Ну и последний уровень наказания, давайте, потому что время уже летит, физическое наказание, но мы о нем очень подробно говорили уже, что только до 11 лет. И второе, что мы всегда говорим про физическое наказание, физическое наказание, это, знаете, как двойка в школе. Вы знаете, было раньше, что двойка ученика, это двойка учителя. Помните? Мы согласны с этим. Физическое наказание, это тогда, когда все остальное уже не помогает. Это минус родителям, что они на предыдущих уровнях, вот для маленького ребенка... Не смогли заставить ребенка слушаться, вести себя правильно. Но так как нет совершенных родителей, понятно, что мы не можем быть вот совершенно во всем, что прям, ну вот, до естественных последствий. То есть, по идее, это родители должны получить ремень, а не дети. Если дети уж вообще не слушаются. Это упущение родителей. Но так уж вот, мы такие родители-эгоисты, что наказываем не себя, а детей. Ну, наказывать все ведь и себя наказывают, любящие родители. Я думаю, все с этим согласятся. То есть, важно понимать, что физическое наказание – это наказание для родителей, в первую очередь, не только для детей. То есть, это самая крайняя мера. И вообще, злоупотреблять этим физическим наказанием нельзя. Вот знаете, у многих почему-то, когда мы будем сейчас рассказывать про использование розги, у многих почему-то считают в течение, что вообще телепрессии мы только занимались, что убили там собственных детей. Вот, они говорят, вы с таким упоением про это рассказываете. Нет, вы знаете… Нет, поэтому и нравится, да? Поэтому только помню, мы рассказывали. Вот, видимо, это было сильно настолько, как бы, нечасто. То есть, физическое наказание вполне достаточно, если это настоящее наказание. Один-два раза наказали за просто… За одно и то же. Больше он не будет это делать. Он знает, это четкая граница. Все. Я ее больше нарушать не буду, потому что я за это могу быть наказан. И я точно знаю, что буду наказан. Вот, и… Как это должно происходить? Значит, использование розги. Во-первых, инструмент должен быть хрупким и гнущимся. Это не должен быть лобик, там, скалка. Это не должен быть сапог, одетый на ногу. Да? Это не должна быть рукава. Рукой мы только гладим ребенка. Рука только для того, чтобы… Потому что в следующий раз вы к нему потянете, чтобы погладить, а он от вас… Что сейчас от родителей ожидать? За трещину? По заднице? Или он меня погладит? Ну, мне говорят, ну что ж, все время ремень с собой таскать. Ну, наш мужьям-то проще, у них как бы ремень всегда почти на поясе. Вот, но я, например, все время в своей сумочке вот с Мишей, когда до сих пор гуляем, ходим, сейчас тоже нет. Вот у нас он когда маленький был, еще границу так активно испытывал. Вот у меня в сумке лежала либо деревянная ложка, либо ремень. Он, кстати, маленький, он все время, это самое, уже маленький, но имел право выбирать. Я ему говорила, Миш, выбирай. Либо два удара ложкой, либо три ремнем. А ложка не гнущая? Ну вот, да, вот тут мы немножко как бы вот… Но деревянная ложка. Ну деревянная. Ей не размахнешься сильно. Не половничек, не половничек. Вот. Цель наказания? Это укрощение эгоистических амбиций, а не ломка личности. И вот здесь, конечно же, очень важно, чтобы было и единство, и не сломать личность. А для этого очень важно запомнить, что наказание ребенок должен получать сразу, как только он совершил проступок. Если это произошло… Мы имеем в виду маленький. Мы говорим тогда о физическом наказании. Мы сейчас говорим о розге, витамин Р. Если это прошло в церкви, в сторону отвели, раз, 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 два, три, сколько там… Мы сейчас будем говорить об этом. Наказали, вернулись, все. Вину с ребенка сняли. В магазине отошли в сторону, не на людях. Не надо вот это вот давить на личность, что еще и на людях всех. Ну-ка давай через колено, да? Я тебя сейчас отстегаю. Один на один. Наказание получает сразу. Тут же прямо. И потом, вот что еще касается, что это не эгоистические амбиции укращаются, а личность не ломается. Это наказание должно быть предсказуемым. То есть ребенок должен заранее знать, его заранее предупредили. Вот за это? За это ты будешь наказан. Причем нам говорят, ну как вот сильно вообще возможно наказание? Вообще как вот, лупись что ли? До появления… Ну тут по-разному. Кто говорит, до появления первых слез? Кто-то говорит там еще как-то… Вот мы тоже как-то долго… За некоторые дети, конечно. Зажмут зубы. Зажмут зубы, да. Нет, да, некоторые зубы начинают. Или зубы. Или зубы. Ну сейчас об этом тоже скажем, про зубы. Понимаете, то есть здесь важно, чтобы ребенок предсказуемо знал, что ему будет. Вот, например, нельзя трогать газ. Вот интересно, что в нашем Мишуце было 9 месяцев. И, кстати, девчонки наши тоже в этом возрасте. Они знали три нельзя. Нельзя лезть пальцами в розетку. Нельзя включать газ. И нельзя одним выходить на дорогу. Вот в этом возрасте было четко три нельзя, за которые четко, без предупреждения они получали. Своё. Четко, без пробежения. И вот ребенок подходит, например, раз, газу. Нельзя. Да? Все равно тянет. Один раз. Я вам показывала. Один раз. То есть мы дисциплинируем не только самой нельзя, но и близлежащую область. Потому что он тянется и смотрит, как близко он может подойти к этой розетке или к этому газу. Когда он у нас стоит получать. Да, все, Миша, потянулся, все. Один раз. Это уже. Раз и получает. Второй раз потянулся, плюс один. Миша, два раза. Два раза. Третий раз потянулся. Миша. Три раза. Сейчас, ведь уже три. Но не больше пяти. Не больше пяти. Это не должно быть изберений. Вы знаете, он у нас полтора года считал уже. Знаете, как считал? Один раз я поставил эксперимент. Мы с Мишей даже не представляли. Или он полтора года уже считает. Он, значит, что-то такое он делал, я не помню. Я даже не помню, что-то я ему сказала, нельзя. Ну, по-моему, там в иголки полезло. Или в иголки, да. Что-то из зашивало. И он с иголки как-то стал, это самое. И даже не помню, что он там с этими иголками делал. Ну, он, ты хоть начал там играть. Вот. И я говорю, нельзя. Или резать. Он, по-моему, себе хотел разрезать свою рубашку этими иголками, ножницами. Я говорю, нельзя, положи. Вот. Потом смотрю, отвернулся опять. Говорю, Миша, один раз. Нельзя же было, да? Уже получил. Потом, значит, я ушла в комнату, слышу что-то там такой. Шум на кухне, прихожу на пять, ведь иголки опять себе режут. Я говорю, Миша, три. Он, не-а, мама. Это было что-то. Полтора, ему еще не было двух лет, но нам чуть больше полутора лет. Он уже посчитал. Раз было один, сейчас не три надо, а два всего. Считал до пяти только так. То есть, не больше пяти, но важно помнить, что ночью это все списывается, и с утра опять начинаем с одного. Если вдруг он не усвоил урок, значит, как бы так. С утра опять это будет один. Потом надо задать вопрос, как сильно, значит, должен быть вот этот удар? Каким сильно? Вот однажды женщина позвонила, вот тоже такой пример, как сильно наказывать. Позвонила и говорит, как вот надо, ну, наказать его. Я говорю, ну что у вас сейчас там перед вами есть такое, чтобы продемонстрировать силу удара? Она, ну, ложка лежит передо мной. Я говорю, ну, вот возьмите ложку, стукните себя по руке. Она стукнула. Я говорю, нет, чуть-чуть сильнее. Стукнула. Я говорю, еще сильнее. А! Вот так и надо наказывать. Потому что это не должно быть. Ой, 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 мой маленький. Низь у тебя себе виски. Должно быть действенным, понимаете? Вот и все, все элементарно. И так дальше. То есть, это не должно быть там, сейчас я разбегусь, значит, это посильнее. Или шлипун. Но чувствительно. Следующая область наказания, ягодицы. А, ну, вот еще нужно сказать, что вот укрощение амбиции, а не ломка личности. Есть три слова, которые ребенок должен выполнять в любом возрасте всегда. Это... Ну, чтобы ты имеешь в виду до 11 лет. Да, до 11 лет это дисциплинируется обязательно физически. То есть, это слова «иди сюда». Без вопросов. Почему, как, иди сюда. Все, ты должен подойти. И если вдруг вы наблюдаете такую картину, когда дети играют, и со всех сторон мамочки и папочки кричат «Ваня, иди сюда!» И всех родственников по разным словам. Петя, сейчас же пошли домой. Пять раз я тебя звала, сколько тебе без того? Знаете, вот нам детей жалко в такой ситуации. То, что дети не слушаются, виноваты родители. Папа сказал один раз «иди сюда, все, ребенок должен подойти». Второй раз, это уже наказуемо. Понимаете? Все. Однажды у меня Надя гладила на доске, там, рубашку, белье. Поставил утюг, побежал на кухню, там, телефон зазвонил. А Бешутка играет, и вот этот провод. Начал дёргать. Я смотрю, так утюг начинает потихонечку. Я говорю, так, Миша, иди сюда быстро. Если бы он начал объяснять. Все. Он подбежал, в этот момент утюг хряп на это место. Вот если бы начал объяснять, он бы упал прямо на него. То есть, иди сюда должно быть беспрекословно выполнение. Не важно почему. Все, иди сюда. Наши дети выполняли вот это так. Дети, все, домой, пора кушать. Ну, когда они уже стали чуть постарше, где-то начиная с 7 лет, они сказали, мам, пап, ну так нечестно, вы только начали играть, а вы нас уже зовете. Дайте нам 15 минут. Сколько вам надо, чтобы закончить игру? Ну, 15 минут хотя бы. Все, через 15 минут я вас больше не зову. Они пришли домой через 12 минут. Они придут раньше. А Смиша, у нас немножко по-другому, иди сюда, стал работать. Вот сейчас, по мере того, как он вырос, иди сюда, играй. Он уже начинает эти границы. Я говорю, Миша, я считаю до трех. Раз, два, три, я уже не говорю, он же здесь. Он уже бежит. То есть, ну, каждый ребенок индивидуален, понимаете? То есть, как бы, вот тут уже вы сами как родители, уже сами смотрите, что работает, там, относительно каждого ребенка. Второе слово, которое он должен выполнять, дай это мне, дай. Что он там в рот засунул? Сейчас проглотит. Шприц у него в руке, таблетка, что у вашего подростка? Дай это сюда быстро, все, без вопросов. И третье... И третье слово, которое он должен выполнять, вот, по велению родителей, это тихо. Никаких истерик, все, тихо. Замолчали. И начали биться в истерике. Говорят, ну, я был, он не в состоянии сразу спокойно. Он ничего не слышит в этот момент. Состояние. Состояние. Все, тихо. Все в состоянии. Не выполняет, отвели в сторону, наказали. Следующей истерики уже не будет. Он еще сильнее начинает орать. Я слышал, допустим. Еще сильнее наказание. Он идет, орет, мол, замолчи, замолчи. Он не молчит. Не, не, один раз молчи. Один раз сказал, замолчи, все, после этого наказание. После этого наказание. Почему он кричит? Потому что кричи, не кричи. Замолчи сейчас же, ну, перестань. Ну, что ты как себя ведешь? Не, потом он начинает уже лупасить. Он же сильнее орет из-за того, что его лупасит. Правильно. Поэтому должна быть система дисциплинирования. А не так вот, ну, я тебя люблю, поэтому я сейчас тебе все разрешаю. а потом у меня уже все это накопилось внутри, вот тут теперь получили. Это уже не наказание, я свои эмоции вмещаю на ребенка. Это уже избиение просто. Не нужно наказывать ребенком ожидание наказания. Вот папа придет, он с тобой разберется вечером. Ну мы уже об этом говорили. И вот ребенок, что сейчас папа придет, вот как его, и он уже не с радостью папу ждет, а в ужасе. Со страхом. Со страхом. И второе, вот тоже касаемо личности или украшения амбиций, не наказывайте ребенка отлучением от своей любви. Иди сейчас же в угол. Или я с тобой не разговариваю до обеда. Угол это не наказание, он в углу будет играть, там воздушные замки строить. А после этого, после наказания, еще и отлучает от любви, говорит, я с тобой до вечера не разговариваю, все, два часа. Вот этот бойкот ни в коем случае не объявлять. То есть на это время я тебя не люблю, вот что слышит ребенок. То есть вот этих вещей вообще поставьте запрет. Вы любите его. И быстрее снимите с ним, уверяю с ним. Ребенок получил наказание, теперь он свободен от вины. Область наказания – ягодицы. Стадии физического. Это специальное место, где есть нервные окончания и нет маленьких косточек. Как, например, там начинают по рукам бить и могут поломать. Или по голове. Или по голове. То есть специальная область наказания – ягодицы. Господь так создал. Мы так говорим, Господь в специальном месте. И теперь стадии наказания. Прежде чем наказать, объясните причину наказания. И это важно и для вас, и для ребенка. Во-первых, ребенок осознает, почему его наказывают. А во-вторых, вы в это время можете сами успокоить, свои эмоции успокоить. Потом следует наказание как таковое. Там один или два, два удара, или пять, если уже дошли до пяти. Потом, после этого, вот ответ на вопрос. Надо утешить ребенка. Да, ты поступил плохо. И я вынужден был тебя наказать. Но я тебя люблю. Но я тебя люблю, несмотря на твой поступок. И мы давай строить дальше с тобой отношения. Поцеловать его. Потом еще раз обговорить, почему вы наказали. Прям буквально может быть так неслом. Причину дома. Потом поддержать ребенка в его дальнейших действиях. То есть, если нужно, попросить прощения. Пережить какие-то… Возмездить ущерб. Возмездить ущерб. Если нужно, вы уже видите по ситуации. То есть, обмудрить его, чтобы он все-таки попросил прощения. Да, да. Если видишь, что это нужно. То есть, в каждой ситуации по-своему. То есть, вы ему запрещали соседского мальчика бить. А он все равно его избивает. То есть, вы его наказали, потом… А теперь, Паша, пойдем к мальчику. Надо у него попросить прощения. Подари ему свою любимую игрушку. Давай, какую подачу, может быть. То есть, вы уже обговариваете. Потом… Обратиться к Богу с молитвой благодарности за ваши близкие отношения с ребенком. В идеале, если ребенок тоже помолится вместе с вами. Вместе с вами. Но, как правило… В этот момент дети еще не готовы. Бог в состоянии. Это сделайте. Не заставляйте. Сделайте это при нем. Сами. Просто вы сами помолитесь или вечером еще раз благодарите Бога за это. В вечерней вашей общей молитве. А потом вы должны обязательно оценить самого себя. А лучше это сделать совместно со своим супругом или супругой. То есть, не были слишком слабым наказанием или, наоборот, слишком сильным. Да, может быть, там что-то другое придумать. Без ребенка, да? Без ребенка. Но это без ребенка. А если вы слишком слабое, потерь добавить? Нет, все уже. Все. Мы уже завершаем. Все. Все. Два раза заодно и тоже не наказывают. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok